27 февраля в зале городской администрации состоялось еженедельное аппаратное совещание руководителей муниципальных ведомств. Перед началом обсуждения основных вопросов повестки дня прошла церемония награждения победителей недавно проходившего муниципального турнира по шахматам и шашкам среди служащих администрации. Также благодарственными письмами за поддержку в ходе реализации федеральной программы формирования современной городской среды были отмечены руководители различных ведомств. И чемпионом турнира стал Магомед Мирзан Мирзавич. Награждается Умаров Хайбулагу Игоревич, занявший третье место на первенстве среди работников по шахматам, посвященный дюйм защиты отечества. Награждается Баглеев, гости, замешивший. По завершению торжественной части отчет о проделанной работе предоставила начальника отдела по делам молодежи и туризма Ишат Атаева, которая в первую очередь обозначила основные направления работы, такие как гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи, интеллектуальное развитие, вовлечение в предпринимательскую и инновационную деятельность, профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде и ряд других направлений. Первое, что было сделано в январе 2017 года, это создание молодежского корпуса «Чистая планета», посвященного Году экологии в России. Далее в рамках комплексной программы «Противодействие идеологии терроризма» был организован семинар-практикум с заместителями директоров по воспитательной работе, СУЗов, ВУЗов и всех учебных заведений города с тренером центра НЛП Дибиром Абдулов. И в рамках той же программы представители восьми учебных заведений поехали в город Веслан, на всем нам известную школу, посетили музей. Далее фестиваль молодежного творчества впервые был проведен в 2017 году и положительно очень много откликов было. Он был посвящен Международному дню родного языка, в этом году мы его повторили. Он проходил в трех номинациях, это значит обычаи и традиции моего народа, песни и стихи на родном языке. Далее участие в республиканском параде «Наследники Победы». Мы ежегодно принимаем участие в этом мероприятии, но в том году отдел подзыва молодежи проявил инициативу и распечатал флайера, такие небольшие информационно-познавательные флайера, где были указаны фотографии и небольшая информация о хасаютовцах, участниках Великой Отечественной войны. Наши волонтеры раздали на площади прям всем участникам этого парада, чтобы знали наших героев, героев посоветовцев. Далее две благотворительные акции были проведены совместно с Ассоциацией лучников «Шелковый путь». Учитывая образ и потребности современных молодых людей, отдел ставит перед собой ряд задач, которые связаны с проведением форумов различного уровня и тематики, круглых столов, созданием социальных проектов, направленных на организацию досуговой деятельности, мониторинг активности молодежи, участвующей в мероприятиях различного уровня, продолжение работы в среде горожан по реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма и другие. Далее было создано общественное антинаркотическое волонтерское движение, при создании которого присутствовали представители Министерства по делам молодежи, Министерство национальной политики, представители администрации, заместители по воспитателям и так далее, и сами, естественно, волонтеры. 1 декабря, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, мы провели массовый флешмоб на площади, около 120 человек было. Была проведена диалоговая плавлощадка в молодежном центре взаимодействия молодежи с государственными и негосударственными секторами по решению местных проблем. Здесь человек, наверное, 10 волонтеров представили свое видение проблем, социальных проблем, решения их на таком вот нашем уровне, куда были приглашены представители Южно-федерального округа, руководители проекта «Вместе мы Россия», представители Министерства молодежи, Министерства по национальной политике. И, значит, по результатам этой диалоговой площадки две наши студентки были приняты в открытое молодежное правительство. Далее, в Аграрно-экономическом колледже тоже прошла конференция «В жизни всегда есть место подвигов». Это направление гражданско-патриотическое воспитание, где каждому студенту было предложено, каждый студент нам представил одного героя, которого ныне живет, живущий рядом с нами. Далее, проведение круглого стола по следам вооруженных подвигов наших дедов, республиканского был масштаба «Круглый стол», сюда мы пригласили ученические и студенческие группы ТОКС. По вышеизложенному отчету оценку деятельности отдела дал курирующий заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, который отметил, что работа проделана на достаточно хорошем уровне. Также для улучшения качества деятельности ведомства руководящим составом были даны рекомендации и предложения. По итогам совещания работа отдела за 2017 год была признана удовлетворительной.